Здравствуйте на 12 канале. Час новостей в студии. Анна Черных смотрите в этом выпуске. Откроют летние веранды, детские сады и снова начнут принимать транспортные карты. В регионе переходят ко второму этапу снятия ограничительных мер и ужесточают проверки. Соскучились по смеху и аплодисментам? Очень бы хотелось заглянуть в следующий день, в завтрашний день, день, когда мы снова откроем двери нашего театра. Театралы обратились к президенту с просьбой разрешить постепенный выход из карантина. Неделя под палящим солнцем. Синоптики пообещали омичам 30-градусную жару и рассказали, каким будет июнь. Погибают не только из-за пандемии. Никто не отменял детский лейкоз, никто не отменял онкологию и другие заболевания. Омичей просят принять участие в донорском марафоне. И будут подмигивать водителям ради безопасности детей. Водитель может заранее выбрать необходимый скоростной режим для того, чтобы безопасно проехать данный участок. В Омске установят новые импульсные светофоры, где они появятся. Еще у 58 мечей подтвердился коронавирус. Свежие данные обнародовал Минздрав. За сутки выздоровели 27 человек. Летальных исходов, к счастью, не зарегистрировано. С начала пандемии общее число заболевших достигло 1776 человек. Что касается цифр по стране, то по данным оперативного штаба, коронавирус диагностирован у 8 985 жителей. Общее число заболевших в России приближается к полумиллиону. За последние сутки выздоровели почти 4000 человек. Омская область тем временем переходит на второй этап смягчения ограничительных мер. Новая редакция правил самоизоляции, подписанная губернатором Александром Бурковым, появилась в открытом доступе. С сегодняшнего дня в регионе могут начать работу магазины площадью до 800 квадратных метров. Летние веранды кафе и ресторанов откроются с 12 июня и будут принимать посетителей только по записи. А за столиком одновременно смогут сидеть не больше двух человек. Предварительно перед началом работы рестораторам предстоит получить согласование в Роспотребнадзоре. С этого же дня открываются мини-гостиницы на одну семью. Правда, зоны для приготовления пищи пока остаются под замком. А завтра в регионе возобновится действие льготных транспортных карт. Также со вторника приступят к тренировкам члены сборных команд России и Омской области. Ну и самая долгожданная новость для омских родителей. Детские сады возобновят работу 22 июня. В торговых комплексах города продолжают проверять соблюдение новых правил самоизоляции. Накануне мобильные группы напоминали о мечам о действии в регионе масочного режима. Сегодня посещать магазины без средств индивидуальной защиты строго запрещено. Продавцы, в свою очередь, имеют право отказать нарушителям в обслуживании. Тем не менее, многие пренебрегают правилами. Из 35 проверенных объектов 19 работали с нарушениями. Обслуживали покупателей без масок, не следили за соблюдением безопасной дистанции. А в торговых залах не было антисептика. Шесть магазинов по итогам проверки были закрыты. На мечей, которые находились в торговых комплексах без масок, были составлены протоколы. Теперь им предстоит выплатить штраф. Все торговые объекты, которые в городе находятся, все извещены о внесенных изменениях. На сегодняшний день целью проверок международных рабочих групп, в которых состав входит, и представители ОМВД России по Омской области, и Роспотребнадзора, выявить нарушения, наказать виновного, тем самым профилактировать ситуацию, связанную с распространением новой коронавирусной инфекции. Напомню, что режим самоизоляции в регионе действует до 14 июня. В России, между тем, зарегистрировали еще один препарат для борьбы с коронавирусом. Изначальные инъекции разрабатывали для лечения ревматоидного артрита. Однако в ходе исследований выяснилось, что действующее вещество способно бороться с одним из тяжелейших осложнений COVID-19 — цитокиновым штормом. Это воспалительная реакция в организме, которая вызывает повреждения легочных тканей и зачастую приводит к летальному исходу. Предотвращать развитие этого осложнения крайне важно для борьбы с коронавирусом. Инъекции поступят в больницы 11 июня, и медики сразу начнут их применять. Добавлю, что это второй препарат, который зарегистрирован в нашей стране для лечения COVID-19. Первый разработали в Японии, его успешно применяли во время эпидемии гриппа в 2014 году. В России раньше он не использовался. С просьбой разработать протокол для театров по выходу из карантина к Владимиру Путину обратился директор Омского ТЮЗа Михаил Мальцев. В день русского языка его отмечают. 6 июня, в день рождения Пушкина, президент провел совещание с деятелями культуры. На онлайн-заседании обсуждали поэтапный выход из вынужденных каникул с соблюдением всех мер предосторожности. Коллектив Омского ТЮЗа, как и другие культурные учреждения региона, уже третий месяц работает в виртуальном пространстве на интернет-площадках. Но, по словам Михаила Мальцева, актеры очень соскучились по реальной сцене и любимому зрителю. Очень бы хотелось заглянуть в следующий день, в завтрашний день. День, когда мы снова откроем двери нашего театра. И к нам хлынут посетители, наши любимые зрители, дети, взрослые. И мы услышим радостный смех, аплодисменты. Ну и мы этого очень ждем. В 2022 году Омскому ТЮЗу исполнится 85 лет. Целевая аудитория театра юного зрителя – это в основном молодежь. На некоторые спектакли школьники приходят целыми классами. На совещании с президентом представители Роспотребнадзора пояснили. Методические рекомендации для музеев и театров по выходу из карантина сейчас разрабатываются. Их составят с учетом специфики работы каждого культурного учреждения. В ведомстве надеются, что театральный сезон во всех регионах начнется вовремя и при полных зрительных залах. Яркое солнце и летняя жара ждут омичей. Всю эту неделю такой прогноз дают синоптики. Ни осадков, ни порывистого ветра не ожидается. Сегодня столбики термометров покажут выше 27 градусов. Ночью будет не ниже плюс 15. Пик жары метеорологи прогнозируют в пятницу и субботу выше плюс 30. В воскресенье местами пройдут грозы, но если верить долгосрочному прогнозу, июнь в Омске обещает быть по летнему теплым. Эта рабочая неделя будет короткой. Дополнительным выходным станет пятница. 12 июня будем отмечать День России. Еще один лишний выходной ждет россиян 24 числа, когда пройдет парад победы. Его, напомню, пришлось перенести из-за пандемии коронавируса. В Роструде уже сообщили, что нерабочие дни никак не повлияют на зарплату. Но если руководство вызовет на работу 12 числа, должно будет заплатить в двойном размере. А вот работа 24 июня будет оплачиваться сдельно. Помочь тем, кто так дорог в Омске сегодня стартовал, 7-дневный марафон «Оставайся донором». Организаторы акции «Молодежка УНФ» и региональная служба крови. Сейчас не только в области, но и по всей стране ищут новых доноров. Запасы биоматериалов значительно снизились из-за ограничительных мер, связанных с пандемией коронавируса. И такая ситуация сейчас в больницах по всей России. Мы все знаем, что никто не отменял детский лейкоз, никто не отменял онкологию и другие заболевания, при которых нужно переливание. Ну а также при тяжелых составляющих коронавирусной инфекции тоже требуется донорская кровь. Именно поэтому мы активно активизируем. Помимо этого в этот раз мы применили и рассылку по госуслугам. И насколько мы понимаем и ожидаем, достаточно большой приток доноров. Потому что интерес у населения есть. Ищут и добровольцев, готовых сдать плазму. Особое внимание тем донорам, которые переболели коронавирусом. Их кровь будут переливать заболевшим. Практика показывает, что таким образом можно вылечить заразившегося COVID-19. Процедура забора крови не изменилась. А вот ко всему остальному новые требования. Санитайзеры на входе, маски и перчатки обязательны. Очень хороший отклик мы находим среди населения. Несмотря на сложную эпидемиологическую ситуацию. Но мы приняли все меры необходимые. И поэтому, когда приглашаем людей, они если задают вопросы, мы говорим, что все тут будет обеспечено для их безопасности. Но чтобы они со своей стороны тоже необходимые меры приняли. И если вдруг какой-то недомоган не чувствуют, или в ближайшее время чувствовали, чтобы ни в коем случае не приходили. Тем добровольцам, кто поддержал марафон «Оставайся донором», молодежка ОНФ дарит российский триколор и памятный значок в преддверии 12 июня Дня России. Дорога в школу станет безопаснее. Возле образовательных учреждений Омска появятся новые импульсные светофоры. Сегодня монтажники работали у 142-й школы на перекрестке улиц 10-я рабочая и Свободы. Такие устройства служат для обозначения пешеходного перехода. Мигают желтым сигналом, предупреждая водителя, что позволяет избежать ДТП даже в случае плохой видимости. Объекты полностью автономные, питаются от солнечных батарей. Причем одной зарядки хватает на 9 дней, что даже избыточно для такого солнечного города, как Омск. При этом стоит один такой светофор всего 80 тысяч рублей, тогда как обычные пешеходные около миллиона. Данная работа обусловлена в первую очередь требования президента, которые говорят, что необходимо оборудование пешеходных переходов, в частности, вблизи общеобразовательных учреждений. Светофоры Т7 информируют водителей за благовременное приближение к пешеходному переходу. И таким образом водитель может заранее выбрать необходимый скоростной режим для того, чтобы безопасно проехать данный участок. Мы устанавливаем светофорные объекты Т7, которые состоят из солнечных панелей 100-ваттных и 18-амперных аккумуляторов. 100-ваттные панели могут быстро зарядить аккумулятор, что не позволит ему разрядиться. В этом году такие светофоры появятся у 23 школ города. По словам специалистов, оборудование, кстати, российского производства, уже отлично себя зарекомендовало. И хотя гарантия на такие светофоры 5 лет, они смогут прослужить намного дольше. Ну а какие перемены в ближайшее время ждут жители Левобережья, зрители узнают сегодня в эфире 12 канала. Сразу после вечернего выпуска новостей смотрите специальный репортаж Марии Сидневой о строительстве дороги Дублера 70 лет Октября. Работы, которые сейчас ведутся по улице Третья Островская, без преувеличения можно назвать крупнейшей стройкой последнего десятилетия. Новая магистраль должна избавить жителей Левого берега от многокилометровых пробок. Сумма выделена колоссальная, свыше миллиарда рублей. Воплощение амбициозного проекта по строительству магистрали оказалось настоящим квестом. Одним из главных подводных камней стала близость к реке. Чтобы дорогу не размывало, проектировщикам и строителям пришлось пойти на целый ряд ухищений. Когда проблема пробок на Левом берегу будет решена и по магистрали проедут первые автомобили, ответы на эти вопросы в специальном репортаже Марии Седневой. Смотрите его сразу после итогового выпуска «Часа новостей». Их называют оловянными солдатиками. Забыв про личные трудности, они всегда придут к тем, кому требуется помощь. Сегодня профессиональный праздник отмечают социальные работники. Владимир Путин учреждал его в 2000 году. Дату 8 июня выбрали, потому что в этот день, в 1701 году, был издан документ о прикреплении к инвалидам, находящимся в больницах и домах престарелых, работника по уходу. Так в Императорской России начала формироваться система социальной защиты. Сегодня специалисты не только присматривают за людьми с ограниченными возможностями здоровья, но и помогают им с уборкой или, например, ходят за продуктами. А период пандемии для соцработников стал и вовсе особенным. Не жалея силы времени, они помогают даже тем пенсионерам, которые не находятся на обслуживании. За труд и неравнодушие специалистов, их, к слову, в регионе больше 13 тысяч, поблагодарил губернатор Александр Бурков. Ваш труд никогда не был простым и легким. А в последние месяцы в связи с эпидемией нагрузка на вас возросла в разы. Благодаря вам региональная система социальной защиты доказала свою надежность. Спасибо за вашу важную и нужную работу, за все, что вы делаете для мечей, душевных сил вам и неиссякаемой энергии. Пусть добро, которое вы отдаете другим, обязательно к вам возвращается. Далее прогноз погоды, ну а все наши новости доступны в социальных сетях ВКонтакте, Инстаграме, Одноклассниках и на Ютьюбе. Найти их можно и на сайте 12канал.ру. Там же мы выкладываем и полные выпуски программы Час новостей. Оставайтесь с нами. Субтитры делал DimaTorzok На качестве не экономь, деньги не теряй. При покупке профнастила толщину проверяй. Омск Сайдинг Инвест 999-222 Спонсор прогноза погоды ИП Сивкова Марина Балакановна. Выставка продажа теплиц в Омске. Завтра 9 июня в Омске солнечно, без осадков. Температура воздуха ночью плюс 12-14. Днем столбики термометров поднимутся до плюс 26 градусов. В районах переменная облачность ночью плюс 14-18. Днем от плюс 20 до плюс 23. Ветер северный 5 метров в секунду. Атмосферное давление 760 миллиметров ртутного столба. Построил дом, посадил дерево, вырастил сына, купил теплицу. Поставь летний душ. Летний душ из поликарбоната на выставке продажи теплиц в Омске. Баки с подогревом и без. При покупке душевой кабины доставка и аксессуары в подарок. Площадь у кит интерьера и континента. Подробности по телефону 50 50 23 или на сайте летнийдуш.рф. И это все, о чем я успеваю рассказать. Следующий выпуск новостей смотрите в 17 часов. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова